Друзья, привет! Меня зовут Игорь, вы на канале Техногайд. Здесь мы говорим не только о новых гаджетах, но и о новинках электротранспорта. И в этом обзоре флагманский электроскутер от бренда Ядия. Ядия G5. Наши подписчики уже знакомы с этим брендом. В подсказках оставлю ссылку на обзор другого скутера от Ядия, который тоже можно купить у нас в Украине. Ну а если вы все еще не подписаны на канал, то сейчас вот самое время это сделать. Здесь будет много интересного и я уверен, что вы не пожалеете. Бренд Ядия пользуется огромной популярностью на азиатских рынках. В Китае такие скутеры продают миллионами, у них собственное производство. А буквально с этого года продукция Ядия представлена официально и у нас в Украине. Ну а Ядия G5 это флагманская модель этого производителя. То есть максимальная комплектация, топовая батарея, мощность, все-все по максимуму, давайте смотреть. Ядия G5 построен на собственной платформе, которая разрабатывалась вот специально под флагманскую линейку производителя. То есть вот все, каркас, вплоть до этих ручечек, все делалось четко под эту модель с учетом ее характеристик. А не так, как бывает, что взяли какой-то условный обычный мопед и собрали на его базе, адаптировали под электротягу. Все ручечки, все переключатели, вот все-все, чем вы тут пользуетесь, делалось конкретно под эту модель. И это сразу ощущаешь, все так добротно, очень некачественно сделано. На выбор доступно несколько вариантов расцветки, но именно в черном цвете, как у меня, этот скутер доступен вот в таком матовом варианте покрытия. Все остальные цвета будут глянцевыми. И тут уж, как говорится, выбирайте то, что вам по душе. Но лично мне такой вариант оформления понравился. Вот такое матовое покрытие, в этом какой-то свой шарм есть. Вообще в черном цвете этот скутер выглядит так вот минималистично и сдержанно. И в городском потоке он не сильно-то и выделяется, и не сильно отличается от своих собратьев с бензиновым двигателем. Но это если не присматриваться, а в деталях тут все гораздо интересней. Yadia G5 получил мощную амортизационную подвеску, которая удобна для длительных поездок. А если это поездки по нашим дорогам, так и вообще незаменима. Здесь используется стальная рама и задняя вилка из литого алюминия. Все это придает скутеру надежность и устойчивость. В принципе подбор материалов как раз таки достоин флагманской модели. Скутер двухместный, на сидении комфортно поместится и водитель и пассажир. Причем для пассажира здесь предусмотрены вот такие выдвижные платформы для ног. Есть вместительный багажник, в котором можно возить шлем, например, или съемную батарею. Причем для батареи здесь как раз достаточно места, как будто для этого собственно и проектировалось. Объем багажника 26 литров. Дисковые тормоза. В более простых моделях используется комбинация дисковый плюс барабанный. Здесь же дисковые оба. Тормоза отзывчивые и при этом отрабатывают довольно мягко. В G5 установлен электродвигатель на 2300 ватт. Это самый мощный двигатель, который используется в электроскутерах Яде, которые доступны на нашем рынке. Ускорение мгновенное. Максимальная заявленная скорость 55 км в час. Но если вы едете один из горки, то по факту будет больше. Кстати, предусмотрено два скоростных режима. Эко и пауэр. Первый вариант подходит для комфортной езды по городу или небольшому населенному пункту. Плюс именно в этом режиме вы экономите батарею и получаете заявленный пробег от одного заряда. В максимальном режиме пауэр рекомендую ездить на трассе, когда вам нужна максимальная скорость. Но не забываем надевать очки и шлем, потому что ветер в лицо, скорость высокая, двигатель мощный. Ощущения уже схожи с теми, как вы ездите на мотоцикле. Кстати, все значения скорости, пробега и выбранный режим, все это отображается на большом 7-дюймовом дисплее. И это отдельная гордость данной модели. Я в других электроскутерах, которые были у нас на обзоре, такого крутого экрана еще не видел. Мало того, что большой, так еще отлично все видно в любых условиях. Хоть день, хоть ночь. Здесь есть датчик освещения, поэтому экран автоматически подстраивает свою яркость под окружающую среду. А еще для этого скутера у Ядия выпущено мобильное приложение. Можно синхронизировать его со смартфоном. На китайском рынке оно уже доступно, а для мирового рынка обещают адаптировать в ближайшее время. Фара здесь светодиодная и очень мощная. Плюс есть в ней вот такой режим, типа подать сигнал или помигать фарой. Он работает даже когда фара выключена. Ну, например, вы хотите обозначить себя в потоке, чтобы водитель автомобиля, который перестраивается на вашу полосу, вас заметил. Или хотите подать кому-то сигнал на нерегулируемом перекрестке. В общем, вариантов применения масса. При этом фара посажена достаточно низко. И это хорошо, потому что все отлично освещается в темноте непосредственно перед скутером, именно дорога. Вы отлично видите в темноте любое препятствие. Ну и сам скутер, конечно, тоже заметен. Отдельно отмечу режим парковки. Вот здесь находится кнопка. И пока вы не выйдете из этого режима, скутер не поедет. Это очень хорошо, потому что бывают ситуации, когда вы, например, скутер включен, и вы случайно задеваете ручку акселератора, и он прям вырывается из рук и падает. Здесь такого варианта не будет. Из оснащения предусмотрен вот такой крючок для сумки, небольшие отсеки под смартфон и всякую мелочь, и USB-порт для подзарядки гаджетов от батареи вашего электроскутера. Кстати, вот мы и подошли к самому интересному. Ядия G5 это литиевый электроскутер, то есть тот, который использует литиевую батарею, а у нее есть ряд преимуществ. Это более длительный срок эксплуатации и более рациональный расход заряда. Такие батареи в моменты пиковых нагрузок отдают заряд не столь интенсивно, а делают это более равномерно. Кстати, батарея здесь от Panasonic фирменная, а эти ребята знают толк в подобных вещах. Заявленный пробег от одного заряда 80 километров, время зарядки 6-8 часов. Я обычно ставил заряжаться на ночь. А еще посмотрите какой крутой дизайн зарядного устройства. Вообще под стиль самого скутера. Аккумулятор съемный, можно заряжать как от сети вместе со скутером, если у вас есть гараж. Но можно и вынуть батарею, оставить скутер на парковке, а заряжать аккумулятор дома от сети. На корпусе батареи есть индикатор заряда. Вы всегда можете контролировать его уровень. Что касается безопасности, Ядия G5 прямо с завода получил противоугонную систему и систему сигнализации с вот таким брелком. Багажник тоже блокируется. Открыть его можно только повернув ключ. А если вы, например, хотите отстегнуть батарею, для этого нужно повернуть ключ вот здесь в багажнике, то случайно оставить в багажнике ключ и захлопнуть его не получится. Багажник просто не закроется, когда там всунут ключ. Заявленная цена Ядия G5 у нас в Украине 70 тысяч гривен или примерно 2,5 тысячи долларов. И за эту сумму данная модель предлагает, наверное, все, чем должен обладать современный топовый электроскутер. G5 можно рекомендовать тем, кто, возможно, уже имел опыт с более простыми и доступными электроскутерами и теперь присматривается к каким-то более интересным, мощным и современным моделям. Также это отличный выбор в случае перехода с обычного бензинового скутера на электро, если вы достаточно требовательный пользователь и не хотите потерять особо в мощности и общих впечатлениях от вашего транспорта. Мне такой скутер понравился. Ну а вы пишите свои впечатления в комментариях. Буду рад пообщаться. И обязательно подпишитесь на канал. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok